Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вопросы мы начали собирать заранее, и они продолжают поступать в колл-центр, который сегодня переместился в ГТРК Карачаева-Черкесия. Вы видите за моей спиной. Идет тщательная и напряженная работа. Итак, у каждого жителя Карачаева-Черкесии есть возможность задать свой вопрос главе республики по многоканальному телефону. Также присылайте свои видеообращения. Номера вы видите на экране. Уверена, прямая линия будет столь же насыщена, как и в прошлый раз, как по количеству вопросов, так и по их содержанию. Итак, прямая линия с Рашидом Тимрезовым. Мы начинаем. Я рада приветствовать в нашей студии главу Карачаева-Черкесии Рашида Борисбевича Тимрезова. Добрый вечер, Рашид Борисбевич. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые земляки. Прежде чем мы начнем работу, Рашид Борисбевич, хотелось бы задать общий вопрос. Каким был уходящий 2022 год? Ну, наверное, в первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, Светлана, весь коллектив ВГТРК, за такую возможность, которую мы каждый год имеем в плане того, чтобы провести прямой эфир с жителями нашей республики. Если говорить о годе уходящем, конечно, он был непростой, очень ответственный, непростой он был и для всей нашей Российской Федерации, и для всей нашей страны. Но в то же время мы продолжили активно заниматься решением социально-экономических вопросов и тех вопросов, которые перед нами, перед властью сегодня ставят в первую очередь население республики, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я считаю, что нам, конечно, очень много что удалось сделать, но в то же время есть еще вопросы, они всегда остаются, которые нам надо будет решать. И как раз формат прямой линии лично для меня это такое общение, такой определенный срез, который получаю не только я, но и мои коллеги, это члены правительства Карачаева Черкесской Республики, и депутаты Народного Собрания Парламента, главы городов, районов, руководители учреждений, представители бизнеса. Вот, конечно, такой прямой диалог, и где-то он даже корректирует те формы работы, которые сегодня присутствуют, где-то надо быстрее реагировать, потому что я всегда говорил и говорю и себе, и своим коллегам о том, что в первую очередь мы должны очень четко, чутко чувствовать и понимать, чем живет сегодня население республики, чем живет республика, и на какие первоочередные вызовы, вопросы мы должны реагировать. Спасибо. Ну что ж, начнем к вопросам. Перейдем к вопросам наших телезрителей. И у нас первый звонок в студию. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Шовхужев Рустам Адемирканович, тренер по вольной борьбе спортивной школы номер 6 города Черкеска. Добрый вечер, уважаемый Рашид Борисбиевич. Я и мой коллега тренируем более 90 детей. Прошу вашего содействия в приобретении нового для нашей спортивной школы паршовского ковра. Вот такая вот просьба у меня. Спасибо. Я услышал. Я хотел бы еще раз обратить внимание на то, что сегодня с нами, как Светлана уже сказала, с нами на прямой линии присутствуют и министры, и все члены правительства, и главы городов, и районов, которые на такие вопросы, где более профессионально и более погруженно ответят, готовы отвечать на эти вопросы. Но то, что касается вашей просьбы, в первую очередь я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите, работу с нашими детишками. Конечно, меня сейчас слышит и мэр города Черкеска, и министр спорта. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет обязательно решен. Такое поручение, считайте, что я уже дал. Спасибо. Сейчас в нашей стране одна из главных тем – это мобилизация. И вот следующий вопрос от Екатерины Иркеновой из станицы Кардоникской. Военным комиссариатом республики мой муж был призван на военную службу по мобилизации. Какие льготы будут иметь дети дошкольного возраста из семей мобилизованных граждан? У нас принят целый пакет и набор мер. Он очень широкий. То, что касается детей мобилизованных, начиная от детских садов, чтобы не взимали никаких плат. Это и поступление в неочередное и целевые назначения в медицинские вузы, в наши федеральные вузы. Ну, целый ряд мер принят. Вот буквально даже сегодня мы с коллегами из правительства, из правительства, вот я подписал такое распоряжение о выделении всем мобилизованным, всем семям мобилизованных, добровольцев, которые ушли из нашей республики в специальную военную операцию, единоразовую выплату к Новому году по 20 тысяч рублей каждой семье. Буквально сегодня такое распоряжение мною было подписано. То, что вообще касается специальной военной операции, мы все с вами обратили внимание, как на решение нашего верховного уголовного командующего, президента Российской Федерации, все наше общество отреагировало. И жители Карачаево-Черкесской республики, ребята, которые были мобилизованы, ребята, которые ушли добровольцами, я практически с каждым общался, знаю очень многих, лично знаю, я хочу в первую очередь поблагодарить их, поблагодарить их родителей за то, что воспитали таких достойных сыновей, достойных сыновей нашего отечества, нашей республики, которые с честью восприняли долг, свой гражданский долг, и пошли сегодня защищать интересы нашей Родины. Для нас сегодня является безусловным приоритетом работа с семьями мобилизованных. Каждая семья у нас, мы сегодня с каждой семьей на контакте, и все ответственные руководители сегодня настроены на такую работу по поддержке не только детей, семей, конечно же, родителей. Там те случаи, где есть люди у нас с ограничением возможности здоровья, у нас везде работают и социальные работники, и медицинские работники. Поэтому хотел бы здесь еще сказать, что все общество наше, Карачаево-Черкесской республики, очень ответственно подошло, искренне. Это касается и начиная от политических партий. Мы уже более 400 тонн грузов только отправили на Донбасс. Мы очень внимательно смотрели и сейчас смотрим. И эта работа у нас продолжается. У нас закреплены ответственные руководители и правительства. И администрации, главы правительства. И главы городов, районов работают над этим. И еще раз скажу, что это и общественные организации, такие как Российский народный фронт, движение «Мы вместе». Здесь бы я хотел еще отдельные слова благодарности сказать нашему бизнесу, который не остался в стороне, и бескорыстно, безвозмездно помогал в формировании и гуманитарных грузов, и экипированию наших бойцов. Поэтому еще раз слова благодарности. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования родным и близким, семьям погибших наших ребят. Вечная память. Я уверен, что мы всегда будем и помнить о них, и заботиться о их семьях, о их родных, о их близких. Это моя личная ответственность, которую я беру на себя. И уверяю вас, что все, что возможно в наших силах, мы обязательно, конечно, будем делать. И я уверен, что в ближайшее время наши ребята живы, здоровы, вернутся домой, в родную республику с победой. А сейчас у нас есть возможность послушать вопрос телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Орлова Татьяна Николаевна. Я проживаю в станице Исправной. Уважаемый Рашид Бориспиевич, обращаюсь к вам от имени жителей станицы Исправной Зеленчукского района. У нас три населенных пункта с численностью более 4 тысяч человек. Имеется двухэтажная больница с газовым отоплением. С сентября 2022 года у нас нет врачей. Закрыт дневной стационар. Закращена лаборатория и штат сотрудников. Сейчас один раз в неделю приезжает врач-терапевт из Зеленчукской. В станице и хуторах проживает более тысячи детей. Врача-педиатра нет. До районного центра, это более 45 километров, ходит один раз в день маршрутка. Попасть в районную больницу невозможно. А ведь у нас более 2,5 тысяч пенсионеров, которым трудно попасть в районную больницу. Просим вас помочь нам в решении жизненно важной проблемы. Спасибо. Уважаемая Татьяна Николаевна, я могу вас точно заверить, что ни одно медицинское учреждение, ни один стационар в республике закрыт не будет. Это я вас в этом заверяю. То, что касается того вопроса, который вы озвучили по поводу нехватки медицинских кадров, на самом деле действительно эта проблема существует. И вы знаете, я получаю много подобных вопросов в последнее время обращений от жителей республики. В основном это касается жителей сельской местности, которые говорят о том, что это касается и станицы Исправной, и станицы Кордоникской, и села Дружба, и многих других населенных пунктов, где действительно вызывает обеспокоенность закрытие, ну как в обращениях я слышу, это закрытие дневных стационаров. На самом деле о закрытии дневных стационаров речи не идет. Есть вопрос о переводе круглосуточных стационаров в дневные, и при этом, чтобы районные больницы, врачебные амбулатории продолжали обслуживать. Я бы здесь по этому вопросу попросил бы прокомментировать, чтобы мы этот вопрос, ну как бы он был здесь озвучен, ответ вернее на ваш вопрос, и попросил бы министра здравоохранения Карачаева Черкесской республики, курирующего вице-премьера, правительства, председателя правительства, взять на этот контроль и такую работу, совместно с главами городов и районов провести приемы в тех населенных пунктах на месте, не в районных администрациях, где-то, а прямо на месте провести. Практически в каждом у нас из этих населенных пунктов есть дома культуры, место, где это можно собрать актив населения и провести разрешительную работу прямо на месте. А сейчас бы я попросил бы прокомментировать или Ирину Джошавну, или Казима Азрита Леевича, чтобы по этому вопросу были даны разъяснения. Прошу вас. Спасибо, Рашид Бориспевич, за эту возможность действительно озвучить эту тему. По вашему поручению мы очень внимательно относимся ко всем вопросам здравоохранения, и действительно никакое медицинское учреждение в республике не закрывается. По Исправненской. Там действительно сложилась проблема с врачами. Один доктор по возрасту ушел с работы, второй, к сожалению, болен тяжело. Это были очень добросовестные доктора, проработавшие многие десятки лет. Но в настоящий момент работает программа «Земский врач» и активно очень ведется работа в этом направлении. С января месяца выходит на работу новый доктор в Станицу Исправном. Сейчас выезжают ежедневно терапевты, два раза в неделю. Помимо этого, вы знаете, мы недавно получили новую машину скорой помощи, и вот главному врачу дано поручение выделить новый автомобиль скорой помощи. Никакая помощь не закрывается, дневной стационар активно работает, и этот вопрос мы держим на постоянном контроле. Вопрос обсуждался с главой поселения, и такие действия всегда предпринимаются только после совместного обсуждения. Спасибо. Я бы здесь еще попросил бы обратить внимание правительства на транспортную составляющую в плане соединения между Станицей Исправной и районным центром. Здесь надо внимательно посмотреть, потому что также параллельно я слышу о том, что есть проблемы и с автобусным сообщением, и чтобы вот эти все вопросы были решены. Но в то же время я бы о чем хотел бы попросить, это касается не только этого вопроса, вот конкретно по всем обращениям, помимо письменных ответов, помимо приемов, я бы все-таки хотел бы, чтобы вы, и даю соответствующее поручение, чтобы, касаемо это социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуру, спорта, всех направлений, если вы увидите такую остроту вопросов и большое количество обращений, конечно, надо консолидированную позицию из главой сельского поселения принимать, из главой района администрации или городской, но лучше принятого решения, чем которое вы достигнете, общаясь с населением, с людьми, непосредственно которых это касается, у вас не будет. Я в самом начале нашей сегодняшней беседы об этом сказал, что самый правильный и самый верный срез, который мы можем увидеть, это общаясь с людьми, которых непосредственно это касается. Поэтому я попросил бы буквально завтрашнего дня и всю следующую неделю проехать по всем этим обращениям, особенно то, что касается медицинских учреждений, и не проводить их в районных центрах, а провести их конкретно в населенных пунктах с участием жителей села. И обратить внимание именно на тот момент, когда из 4 тысяч, более 2,5 тысяч, это люди пенсионного возраста, которым на самом деле иногда и трудно даже автобусом добираться. Здесь на этот вопрос надо более внимательно посмотреть и разъяснить людям, и уверить их, сказать о том, что ни одно учреждение здравоохранения в сельской местности, мало комплекта, они закрываться не будут. Ну и основной вопрос, это, конечно, комплектация кадров. Спасибо. Следующий вопрос от Елены Сиволаповой из Черкеска. Второй год уже длится ремонт музыкальной школы, которая располагается по улице Доватора, 69. Просьба главе республики, чтобы проконтролировал работу и ускорил задачу в эксплуатацию здания. Мы общались на эту тему с мэром города Черкеска, с Алексеем Олеговичем. Там на самом деле идет судебное разбирательство, если мне память не изменяет, по недобросовестному подрядчику. Но людей, население, особенно наших детей, это меньше всего должно волновать, какие там юридические разбирательства идут. Я думаю, что Алексей Олегович сейчас меня слышит, и обязательно возьмет это на контроль. В ближайшее время мы эту ситуацию исправим. Хотя я могу сказать, я практически каждый день утром прохожу мимо нашей новой музыкальной школы, одной из самых красивых. В ближайшее время мы ее торжественно откроем, где детки со всего города смогут там заниматься. Но город разрастается, поэтому хотелось бы, чтобы у нас во всех районах города были такие специализированные учреждения для наших детей. Следующий вопрос. 2023 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом педагога и наставника. Какие шаги делаются в Карачаево-Черкесии для развития института наставничества? Есть ли проблемы с педагогами в регионе? Я считаю, что наш президент всегда очень своевременно объявляет тот или иной год тематический. И в данном случае я считаю, что очень важный, как и для всей страны, но и в том числе и для Карачаева-Черкесии. Мы испытывали долгие годы, да и сейчас, к сожалению, испытываем проблему с педагогическими работниками, с кадрами. Но сегодня все больше студентов, абитуриентов, которые поступают в педагогические вузы, в педагогические колледжи. И, конечно, для нас этот год Министерством образования Республики сформирован план, утвержденный правительством со всеми мероприятиями, которые будут проходить на территории Республики. Их очень много. Я думаю, здесь надо будет Министерство образования также в средствах массовой информации воспользоваться вашей площадкой и рассказать о тех мероприятиях, которые будут проходить. Да, мы чувствуем нехватку кадров, но в то же время у нас есть несколько программ региональных, и региональных, и федеральных программ. Особенно это касается педагогических работников, которые едут работать в сельскую местность. Это и Зенский учитель, который, мне кажется, где учителя могут получить иноразовую выплату в 1 миллион рублей. И наши региональные программы, где мы выплачиваем по 100 тысяч рублей, вот 22 педагога уже получили такие выплаты. Но на самом деле здесь, если отойти от проблемы, ну, кадровая проблема педагогических работников, здесь, конечно, в чем смысл, и, как мне кажется, о чем, что президент имеет в виду, президент нашей страны, о том, чтобы институт наставничества, он заработал вот так, как он работал, ну, мы все помним, как он работал в советское время. И здесь это касается не только высшей школы, я считаю, что это касается и среднеспециальных образовательных учреждений. Он всегда работал, была популяризация, у нас династии во всех отраслях и профилях существовали. Я думаю, что идея, она в первую очередь такова. И тут, конечно, мы в эту работу включимся и на федеральном уровне, и еще раз скажу, что у нас Министерство образования подготовило очень обширную, большую программу по реализации года наставничества, который будет в 2023 году реализовываться. Но, опять же, наш президент, когда объявляет годом, ну, как год, 2023 год, годом педагогов и наставничества, это же как фундамент такой на будущие годы. Поэтому у нас и следующие годы, у нас программа, это не будет завершаться наша регионально 2023 годом, а будет только набирать обороты. И я могу и сейчас абсолютно искренне искренне и с огромным уважением к труду, к такому образу жизни, учителей, педагогов, сказать только искренние слова благодарности, низко поклониться. И я всегда считал и говорю о том, что школа – это вторая семья, которая дает очень много для ребенка, для подростков, для тех людей, которые потом вступают в возрастную жизнь, поступают в институты, в училища. Вот я буквально вчера с огромным удовольствием поздравил свою классную руководительницу Анну Степановну с 93-летием. И мне было приятно слышать ее бодрый голос. И я начал вспоминать, сколько очень таких вот мудрых вещей, которые мне в этой жизни пригодились, она вкладывала во всех нас, в меня, в моих одноклассников. И вот почему бы мне ее не считать своим наставником? Вот ее я считаю своим наставником, и как и многих других своих учителей, которые нас учили. Поэтому программа – это очень важно, год очень важный. Я хочу еще раз вам, всем нашим учителям, педагогам, педагогическим работникам, пожелать крепкого здоровья, успехов, и заверить вас в том, что мы эту программу в этом году будем реализовать на самом высоком уровне. Рашид Борисбеевич, в наш школ-центр поступают и видеообращения. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Рашид Борисбеевич. Меня зовут Мащенко Сергей Викторович. Я руководитель футбольной школы Академии футбола города Черкеска. Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Я смотрю и мечтаю о том, чтобы когда-то наши воспитанники играли на этом чемпионате мира по футболу. Я сам из Черкеска и хочу, чтобы ребята из Черкеска, с нашей республики, когда-нибудь участвовали на чемпионате мира по футболу. В этом году в целях развития футбола в нашей республике мы приглашали тренера из Сербии, Стоп Академии Церквенной Звезды, позаниматься с нашими детьми и передать свой опыт. Хотелось бы спросить, как вы к этому относитесь? Хотелось бы это сделать на постоянной основе и готовы ли вы нам помочь? Первый вопрос. И второй вопрос. В нашей республике нет полноценного футбольного манежа, где маленькие дети смогли бы заниматься круглый год. Если это возможно, в ближайшее время, если он появится, то, мне кажется, для нашей республики это будет большим толчком к развитию футбола. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, конечно, мне очень хотелось бы, чтобы представители нашей республики играли за нашу национальную сборную. При этом, хотелось бы, чтобы наша национальная сборная играла на высоком уровне. И ваш вопрос в том, чтобы на самом деле мы этого достигли. Я к футболу, как мне кажется, такое непосредственное отношение имею. Очень увлекаюсь, люблю. Смотрю также чемпионат мира по футболу в данный момент. Я так обратил внимание, вы записали свое видеообращение с тренировочных полей стадиона «Нарт». Время зимнее, зимы уже не те. Я помню, занимался в футбольном манеже зимой, но тогда и снег у нас уже с ноября месяца лежал, и температура была минус 20-25. Сегодня у нас уже другие чуть погодные условия, но это ни в коем случае не говорит о том, чтобы мы не двигались дальше для развития спортивной инфраструктуры, что мы и делаем. Кстати, вот те поля, откуда вы записываете, или свои видеообращения, я перед тренировкой, я там занимался в свое время, перед тренировкой мы полчаса на носилках разносили опилки, чтобы выровнять хоть как-то поле, чтобы потом часик позаниматься. И это делали мы зимой в том числе. Сегодня, конечно, я бы мечтал бы о таких условиях, в которых сегодня занимаются наши дети. И многие мои ровесники, да и те, кто помладше меня, я думаю, да и вы помните эти времена. Поэтому, конечно, футболу мы будем уделять внимание. Я на открытии нашего центрального стадиона «Нарт» в сентябре месяце объявил о том, что с 2023 года команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. Сегодня министерством спорта, правительством подготовлены все необходимые документы, запросы на лицензирование. И у нас задача, которую я озвучил, ее никто не отменяет. С 2023 года мы будем... Футбольный клуб «Нарт» вернется в профессиональный футбол, что за собой, конечно, обязательно приведет к тому, что мы разновозрастные детско-юношеские спортивные школы будем возрождать, у которых будет своя материально-техническая база достаточно современная, профессиональная. Здесь очень классно, что вы приглашаете иностранных специалистов, профессиональных специалистов. Но я все-таки с вами согласен, что в первую очередь надо делать упор на развитие детско-юношеского спортивного спортивной школы. что позволит нам в будущем растить талантливых и профессиональных спортсменов. Вас полностью поддерживаю. Обязательно встретимся на первой игре футбольного клуба «Нарт-Черкеск» здесь у нас, в республике. Так, а у нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Добрый день. Зотова Татьяна Ивановна, Зеленчуцкий район, Станица-Кордоникская. Ну, во-первых, хочу поблагодарить наше правительство во главе с вами Рашид Порезьбеевич за помощь, которую вы оказываете семьям мобилизированных. У меня вопрос такой. Вышел закон, что детей мобилизированных должны кормить бесплатно. В нашей Кордоникской первой школе питается 13 детей, питают бесплатно. Но есть, в том числе, и у меня такая проблема. У нас сын учится на первом курсе в городе Новочеркасске в геолого-разведческом техникуме по профессии установка и бурения газовых и нефтяных скважин. Столовой у них в своей техникуме нет. Куратор позвонил, сказал, чтобы я обратилась по месту жительства в МФЦ, чтобы они приняли и отправили документы в техникум, чтобы ему была доплата к стипендиям. Но, к сожалению, у меня документы эти никто не принял. Отправили в местный, скажите, в другую организацию. И там тоже у меня документы не принимают. С таким вопросом вообще не могу никуда обратиться. Куда посоветуйте мне обратиться, чтобы решили этот вопрос? Спасибо за вопрос. На самом деле очень хорошо, что вы обратились. Я буквально прямо сейчас дам такое поручение правительству. На вас сегодня же выйдут и с завтрашнего дня свяжутся либо с правительством Ростовской области, либо непосредственно с образовательным учреждением в Новочеркасске. И эту проблему мы снимем. Я думаю, что прямо с завтрашнего дня этот вопрос будет решен. А вашему сыну хочу пожелать успехов, тем более он выбрал такую, как мне кажется, классную, востребованную профессию. Редко услышишь. Я просто сам вырос рядом с геологоразведочной станцией в городе Черкесске в доме геологоразведчиков. И помню, это была такая серьезная, солидная организация. И вот за последние годы я впервые слышу, чтобы кто-то из нашей республики поступил. Успехов вам, вашему сыну. Мы обязательно этот вопрос решим. На вас сегодня же коллеги из правительства выйдут. Следующий вопрос. Алимединова Земфира Николаевна, научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, обращается с просьбой о переводе сотрудников института в здание, которое позволит заниматься научной деятельностью. Насколько я помню, мое решение было несколько лет назад о том, чтобы КЧГИ наш перевезти в здание педагогического колледжа. Но с учетом того, что и новые направления педколледж города Черкеска в нашей республиканской столице открывал, я здесь, наверное, думаю, что, может быть, министр образования в рабочем порядке пригласит руководство, коллектив, мы им предоставляли, по-моему, центр Попушкинская, мы же какое-то помещение предоставляли, поэтому вы пригласите завтра, это все-таки такой подвед правительства республики, я думаю, что внутренние вопросы правительства мы можем решать в рабочем порядке, а здесь лучше мы поговорим о тех насущных проблемах, которые интересуют жителей республики. Следующий вопрос от Анны Акимцовой, это хутор Киева-Жураки. В хуторе не ходит общественный транспорт, жители вынуждены на попутках добираться до ула Эрсакон, где располагается ближайшая поликлиническая служба. И еще один вопрос от Киева-Жураки хутора. Остро стоит вопрос водоснабжения во всем районе, частые перебои подачи воды, низкое качество воды в связи с отсутствием очистных сооружений. Я, наверное, этот вопрос, как он и был задан в двух направлениях. Опять же, вернусь к вопросу то, что был из станицы исправно, то, что касается медицинских учреждений. Мы там же говорили еще и о транспортной доступности, об автобусном сообщении. Вот я сейчас прямо сейчас даю поручение правительству республики о том, чтобы давайте мы программу по каждому населенному пункту мы все четко видим 108 сельских поселений муниципальных образований, которые соединяются. Где фельдско-акушерский пункт, где врачебная амбулатория, где МФЦ и какая у нас транспортная доступность до этих населенных пунктов. Это первое, вот эту программу, чтобы у людей не было этих и чтобы люди четко понимали конкретно расписание движений автобусов, маршруты их, остановки, какое в зимнее время, какое в летнее время, чтобы были обязательно остановки, потому что разные погодные условия. Я считаю, что это не такая большая работа, которую мы можем прямо в ближайшее время провести, поручают до 1 января эту работу провести, сделать карту со всей маршрутизацией всех наших и транспортных предприятий, и государственных, и частных, и тех, кому мы лицензируем, и тем, кому утверждаем маршруты, подключить к этому вопросу и Ространснадзор по Карачаево-Черкесской Республики. Люди должны четко понимать, что они в такое-то, в такое-то время могут выехать, в такое-то время могут вернуться. Какое количество рейсов, какие автобусы, какой вместительности, чтобы все эти вопросы, чтобы все эти моменты люди четко осознавали и понимали. Потому что сегодня одно частное транспортное предприятие поставило выезд, я такие обращения тоже получаю, условно говоря, в 12 часов. А людям потом обратно вернуться совсем неудобно. То ли это уже до конца рабочего дня, то где-то позже, чем заканчивается рабочий день. Вот люди должны четко все эти вещи понимать. Что касается водоснабжения, опять же, это такая очень серьезная, кропотливая работа. Я сейчас не буду говорить о том, сколько мы водопроводных сетей, канализационных сетей поменяли за последние годы, где улучшили водоснабжение. Но вопросы, к сожалению, это те вопросы, которые больше всего беспокоят наших жителей, особенно жителей сельской местности. И особенно это касается летнего периода, когда идет и полив огородов. У нас многие, так скажу, где-то и недобросовестные наши граждане незаконно устанавливают и насосы, делают незаконную врезку. Где-то в начале села вода есть, в конце ее уже нет. Но мы очень серьезно работаем по многим федеральным программам. Это и чистая вода, это и комплексное развитие сельских территорий, это, конечно же, и наши региональные программы, что мы за счет своего бюджета делаем. Но мы с коллегами сидели и договорились о том, что основным приоритетом у нас из средств регионального бюджета на капитальные вложения, конечно, будут системы водоснабжения и канализирования в 2023-2025 год. По многим населенным пунктам мы уже в программах, где начинаем с 2023 года приступать уже непосредственно либо к капитальному ремонту, либо к реконструкции, либо вообще к стройке новых сетей. И эта программа у нас до 2025 года, но параллельно мы уже включаемся и в те вопросы, которые касаются. Ну, Киево-Жураки, он такой отдаленный хутор, поэтому я бы попросил бы и главу района, и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства посмотреть хутор небольшой и там не такие большие коопложения и предусмотреть на 2023 год, чтобы мы этот вопрос с вами закрыли. И, конечно же, обратить внимание, Мурат Олегович, на то, о чем я сказал, то, что касается автобусового сообщения, вообще транспортного сообщения между отдаленными сельскими населенными пунктами, с райцентрами, со столицей, чтобы у нас был четкий, ясный, конкретный план, программа по маршрутизации, в первую очередь, удобной и доступной для наших жителей. Рашид Борисович, вот у Бородина Базалиева из Карачаевского городского округа сразу несколько вопросов о развитии Тиберды. Первое, в Тиберде есть кинотеатр Кавказ, возможно ли проведение капитального ремонта либо строительство нового кинотеатра. Второе, в 2021 году было обещано строительство физкультурно-здоровительного комплекса, когда начнется строительство ФОКа. И третье, планируется ли благоустройство Тиберды и озера Каракель на республиканском уровне? Тут сразу добавлю, что среди поступающих звонков было пару обращений о переживании граждан, что при благоустройстве озера Каракель будут вырублены деревья и может нарушиться экосистема. Переживают очень. Я думаю, что... Ну, я по порядку отвечу. Мне сложно сказать про кинотеатр Кавказ, про его принадлежность. Частная это собственность, не частная. Если это частная собственность, то это один подход к этому вопросу. Если это муниципальная или региональная собственность, насколько я понимаю, что вряд ли. Это другой вопрос. Все, что касается... А то, что касается физкультурно-здоровительного комплекса, то, откровенно говоря, это и мое было поручение и желание того, что... Потому что город Тиберда заслуживает. Это курортный, красивый город. Город-курорт на самом деле. Я думаю, что Министерство спорта Карачао-Черкесской республики проведет работу. И если не в следующем, если не в 23-м году, то в 24-м году мы обязательно приступим и за один год мы его построим. Я думаю, Рашид Иисуслович меня слышит сейчас. В свое время тоже работал в Карачаевском городском округе. Знает и проблемы, и чаяния. Сейчас очень активно этими вопросами занимается новый руководитель города Карачаевска Марат Магомедович Урусов. Он эти вопросы на недавней встрече тоже поднимал. Я думаю, что особенно с Тибердой у нас там и вопросы сейчас будут очень серьезно стоять и по социальной газификации, и вообще газифицированию. Я думаю, что сегодня мы еще этот вопрос обсудим. А то, что касается озера Каракель, вы знаете, я лично сторонник того, чтобы мы ни в коем случае не нарушали наше самое основное богатство это природу. и думаю, если здесь и Министерство природных ресурсов, и администрация Карачаевского городского округа придут с таким каким-то проектным решением, которое будет и для жителей. Это обустройство и пляжей, и пешеходных маршрутов вокруг озера. есть предложения уже и от бизнеса о том, чтобы не нарушая никаких экологических вопросов благоустроить все это. Там вопрос есть, я думаю, что в следующем году мы эту работу начнем, но ни в коем случае не в ущерб природе. И вопрос газификации, как вы сейчас упомянули. Кромицына Нина, это из станицы Справный Зеленчевский район, обращается в ноябре 2022 года подали заявку на газификацию домовладения по адресу Зеленчевский район, улица Боевая, 20, в рамках программы социальной газификации. Хотелось бы узнать, будет ли газифицировано мое домовладение и в какие сроки? Я думаю, что по этому вопросу у нас новый руководитель Межрегионгаз Черкесск Олег Леонидович Дергачев ответит на этот вопрос. Но я в целом хотел бы сказать о чем. Беспрецедентное решение президента Российской Федерации о этой программе, которую буквально недавно распоряжением правительства на этой неделе сделали бессрочной. И, конечно, у нас в связи с тем, что до 2025 года Карачаево-Черкесская республика нам осталось два календарных года, 2023-2024, будет газифицировано на 100%. Магистральные газопроводы придут во все населенные пункты, во все ущелья нашей республики. Соответствующее соглашение и план синхронизации с ПАО Газпром был подписан представителем правления Алексеем Борисовичем Миллером и мною. И мы его утвердили, согласован он был еще с Межъемгазом России, ответственный исполнитель и оператор здесь, на территории республики, это Межъемгаз Черкесск, новый руководитель, профессиональный, ответственный, с таким большим карт-бланшем от федерального руководства. Мы основную задачу газифицировать Карачаево-Черкесию на 100% до 2025 года мы этот вопрос решим. Все, что касается социальной догазификации, конечно, после того, как магистральный газопровод будет проведен во все населенные пункты, конечно, у нас вырастает количество заявок на социальную догазификацию. Здесь, прежде чем я предоставил бы слово Олегу Глебовичу, я хотел бы сказать о том, что нами принято решение, которое мы в принципе согласовали, это наши полномочия, социальная догазификация, что имеет в виду до границы участка, до забора за счет средств межрегионгаза, до домовладения, домовладения и внутри с оборудованием, это уже средства собственника, собственника жилья. Мы договорились с межрегионгазом о том, что мы делаем подвод к самому дому за счет средств межрегионгаза Черкеска и правительства Карачаева Черкесской Республики. То есть мы на себя берем уже сам подвод к самому дому. Такое решение, я его сегодня озвучиваю впервые, мы его официально в распоряжении оформим, и это для всех заявителей по социальной догазификации. Я считаю, что, может быть, не таким уж русским языком изъясняюсь, но для Республики это очень такая немаленькая нагрузка, и мы считаем, что это для всех, кто подает заявление на социальную догазификацию, это такая достаточно серьезная экономия денежных средств. Собственнику жилья остается только для себя принять решение и выбрать, какое оборудование он будет устанавливать у себя дома. То это котел, вытяжка, батареи, плита, какая плита, тоже разный порядок цифр и цен, поэтому по крайней мере государство сегодня не только до границы участка доводит, а прям до домовладения. Я не отделяю органы региональной власти от органов федеральной власти, я говорю о том, что это будет делать государство. Я бы сейчас хотел попросить Олег Леонидовича прокомментировать вообще порядок обращения, сроки, что у нас по социальной догазификации. Рашид Бориспич, добрый вечер. Спасибо за предоставленное слово. Хотел бы изначально проинформировать жителей республики об общем уровне газификации. Он у нас в республике сегодня более 83%, что более 10% в целом по России. В городах где-то около 95%, а в сельской местности около 72%. Как вы сказали, работа, которая сегодня ведется очень плодотворно между компанией Газпром и правительством Карачаево-Черкесской республики при вашем непосредственном участии сегодня позволила достигнуть такие результаты. Вместе с тем мы на данных результатах не останавливаемся и будем продолжать свою работу. Хотел проинформировать также, что в рамках социальной газификации было подано 3513 заявок, было заключено 3088 договоров о подключении технологическом присоединении газоиспользовающего оборудования объектов капитального строительства к сети газораспределения. По 2602 договорам исполнены строительно-монтажные работы до границ земельного участка заявителя. В настоящее время по 1388 домовладения выполнено фактическое подключение, выполнен пуск газа. Как вы сказали, разъясню порядок обращения. Подать заявку на подключение газа можно в офисе газораспределительной организации, в личном кабинете на сайте газораспределительной организации, в МФЦ и на портале госуслуг, также на портале единого оператора газификации. По Тиберде хотел бы дополнительно дополнить и сказать, что, опять же, в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесской республики в 2021 году было закончено строительство межпоселкового газопровода Карачаев-Скиберда, строительство которого обеспечило техническую возможность подачи газа потребителям и реализацию программы социальной дегазификации. Проектирование и строительство внутрипоселковых газопроводов в данном населенном пункте разделено на три очереди. Проектирование первой и второй очереди завершится в 2022 году, а выполнение строительно-монтажных работ будет запланировано на 2023 год. Ну, все, поблагодарю. Спасибо большое. А у нас сейчас мне подсказывают звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Рашид Бориспеевич. Я живу в городе Черкесске по улице Сиреневая, 32. У меня сын инвалид первой группы. И на нашей улице ДЦП Балова Сабина 20 лет. У нас улица. Невозможно ходить в коляске. Дети больные на площадку, на детскую площадку не могут ходить. У них одно удовольствие туда пойти и посмотреть на людей. И чуть подышать воздухом. Невозможно. Пожалуйста, сделайте нам дорогу. В мэрии я написала. Они мне ответ дали два года тому назад. Через неделю все будем делать. И до тех пор два года они не делают. И мы стоим в инвалидную очередь на жилье. Нам что-то дадут. Мы надеемся, что на Хаткову Малик Руслановичу что-то дадут жилье. И нам помогут дорогу сделать. Спасибо. Ну, нас Алексей Львович слышит. Я бы, Алексей Львович, попросил бы вас заявителя принять лично по второму вопросу то, что касается ребенка, инвалида первой группы. И то, что касается улицы, дайте поручение, посмотрите сами и включите на 23-й год, чтобы у людей была возможность. Детскую площадку поставили, а доступности к ней, как я понял, из обращения нет. Обратите на это внимание и решите. Следующий вопрос от Лидии Байрамуковой из Черкеска. Мой внук одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте. Есть ли у такого ребенка возможность посетить несколько профильных смен в образовательном центре «Спутник»? И возможно ли организовать онлайн-уроки занятия центра выявления развития одаренных детей «Спутник» на каком-нибудь сайте? Ну, я думаю, что основная затея и идея строительства этого центра. Центр, кстати, тоже был открыт в рамках празднования «Столетие республики». Мы приурочили открытие этого центра. Я считаю, что это один из самых лучших центров на Северном Кавказе. У нас заключено соглашение с центром «Сириус», который у нас находится на федеральной территории «Сириус». И в том числе это касается и образовательных программ, и обменом поездок наших детей в этот центр. Я неоднократно там был. Он позволяет в том числе и детям из отдаленных наших районов приезжать и там оставаться. Там кампус такой, можно сказать, есть определенный. Вот, что касается онлайн-уроков, то я думаю, что это предусмотрено. Это одна из таких основных идей была, с нашими образовательными учреждениями и вообще с детями, у которых есть такое желание. Я думаю, Ина Владимировна, вам надо как-то тоже, опять же, воспользоваться площадкой наших телевизионных компаний, ВГТРК, наших средств массовой информации, газет. И при встречах с жителями нашей республики об этом говорить. в данном случае, конкретно персонально этот случай посмотреть, если одаренный ребенок, есть желание у него поучаствовать в каких-то определенных образовательных сменах, то, конечно, пусть поучаствует, может быть, захочет остаться вообще там учиться. Поэтому я думаю, что с заявителем буквально сегодня или завтра свяжутся, напрямую, пригласят, сделают экскурсию, покажут. Но и правильный вопрос, чтобы у нас была такая информационная площадка, интернет-площадка, где любой желающий мог там в два-три клика зайти и посмотреть расписание тех занятий, которые проводит сегодня образовательный центр Спутник, образовательный центр для одаренных детей. Спасибо, у нас сейчас видео вопрос, давайте посмотрим. Добрый день, меня зовут Артемий. У каждого ребенка есть свой герой, на которого он хотел быть похожим. А кто был вашим герой в детстве? У нас, по-моему, каждый... Спасибо, Артемий, за вопрос. Так расслабился, расслабился таз. Для меня всегда моим героем был, есть и остается. Я надеюсь, еще долгие годы будет оставаться мой папа. Настоящий герой, настоящий мужчина. пример во всем. Так и должно быть у всех. Я про себя говорю, но я считаю, что так должно быть. Спасибо, Артемий. Расти большой, умный, здоровый, смышленый, на радость родителям и всем нам. Давайте успеем еще послушать один звонок. Здравствуйте, говорите, был эфир. Здравствуйте, Старик Ильич. Представьтесь, пожалуйста. попросить вас, жители Усть-Утинского района, села Тархадж, занимаются овцеводством и нынешне, ну, сейчас некуда сдавать ягнятки, вообще невыгодно. Сможете помочь этому вопросу? Вот меня сейчас слышит министр сельского хозяйства республики Анзор Азарь Талевич. Я думаю, что он вас пригласит, сам лично с вами пообщается на эту тему, а еще вы часто выезжаете, Анзор Азарь Талевич, по районам, по крестьянско-ферненским хозяйствам, по личным подсобным хозяйствам. Просил бы вас заехать, посмотреть. И мы в этом году, опять же, приурочили к столетию нашей республики, в сентябре открыли одно из крупнейших за последние годы предприятий на территории республики. Это такой флагман в Российской Федерации по производству мяса баранины, по переработке мяса баранины, где они закупают и в живом весе, и тушки, и у них есть, насколько я помню, даже уже такие определенные прескурант, цен, как правильно сказать, за килограмм в живом весе, за килограмм тушки, они даже берут на свое предприятие, на откормочник, который находится в поселке Ударном, и ягнят на выращивание. Здесь, я думаю, что такую работу с нашими сельхозтоваропроизводителями, с фермерскими хозяйствами, надо обязательно провести, провести ее, опять же, воспользоваться всеми имеющимися у нас возможностями и средств массовой информации, чтобы люди четко понимали, что они могут сегодня приехать в Черкесск, как мы по старинке называем мясокомбинат, заключить договор и сдать мясо баранины по той цене. Цена, насколько я понимаю, она такая рыночная, которая должна освоить, но это, в принципе, уже вопрос как раз вашей коммуникации между производителем, фермером и переработчиком. Возвращение Талевич, попрошу связаться и обязательно провести такую произвестительную работу со всеми нашими крестьянско-фермерскими хозяйствами. Спасибо. Вот вопрос от Фатимы Дудова усть-Жигуты. Многодетная мать. Вопрос. Почему задерживается финансирование детских пособий? Просьба главе республики установить фиксированный период получения детских пособий в определенный день, либо в строго определенные числа месяца? Насколько я понимаю, задержек у нас нету, есть определенное время установлено. Я бы хотел, чтобы прокомментировали коллеги из правительства. Кто у нас прокомментирует? Спасибо, Рашид Борисбевич. Минсестра труда. Разрешите доложить. Все выплаты осуществляются в течение месяца, как правило, до 15 числа. Задолженности перед семьями с детьми у нас нет. В настоящее время мы в этом месте ждем дополнительные средства из резервного фонда правительства Российской Федерации. на распоряжение признатель правительства Российской Федерации подписано. В ближайшее время средства мы получим, профинансируем и доложим вам. Задержек не было и нет. А установить к состоянию наверное сложно один день. я так понял смысл вопроса в том, что может быть это делать условно говоря не каждое 15 число календарного месяца, а каждое 5 число. Вот насколько это возможно, вы это тоже мне проработайте, доложите. И вообще сделайте такой срез, есть ли разница каждое 5 число получать или каждое 15. Посмотрите на эти вещи. У кого-то какие-то выплаты в начале месяца идут, у кого-то может быть в середине. обратите на это внимание, дайте мне такую пояснительную записку служебную подготовки на мне. Мы с вами поговорим на это. Рашид Борисбевич, у нас время стремительно подходит к концу, остается всего одна минута, и я успею только спросить, что пожелаете жителям Карачаева-Черкесии в наступающем году? Я хочу пожелать жителям нашей родной республики мира, добра, благополучия, семейного счастья, нашим старшим крепкого здоровья, нашим младшим, чтобы они росли самыми умными, красивыми, сильными, воспитанными. Хочу пожелать, чтобы наша республика просветала, чтобы все поставленные задачи, которые в первую очередь перед нами ставят население наше, руководство нашей страны, мы их неукосительно исполняли. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, и также хочу поздравить сегодня с очень классным событием, очень долгожданным событием, открытием нашей главной соборной мечети нашей родной республики. Всех еще раз с праздником, на все вопросы, на которые не успел ответить, обязательно ответим. Спасибо большое, Рашид Борисбевич, за столь обстоятельный разговор. Спасибо вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова